Все начиналось с реки. Такими словами, открылось торжественное мероприятие по случаю пуска очередного обхода города. Частью объездной дороги вокруг Мурома, которая выводит основные транзитные транспортные потоки из центра города, является мост. Он был сдан в эксплуатацию в 2009 году. Питерские проектировщики разработали уникальный, современный проект этого моста. И хотя было много споров по этому поводу, такой вариант удалось утвердить, и не без помощи отдельных лиц, например, Петра Курага. Как задумано было, современный мост рядом со старинным городом, это будет что-то красивое. Потому что решался еще вопрос строительства моста на той стороне, в районе Карачарова. Это был бы почти в городе мост. Он бы не смотрелся среди старины мост. А поскольку его вынесли за пределы города, то сам Волк ему велел быть современным. Четвертый вантовый мост в России привнес в жизнь муромля на львиную долю плюсов. Стационарный красавец, гордость российских проектировщиков и строителей. Самый красивый мост России не только разгрузил основные улицы города. Исчезли пробки. Многие, наверное, из вас почувствовали это на себе, что за считанные минуты можно перебраться с одного берега на другой. Надеемся, что этот мост будет служить долго, надежно, на благо всех наших жителей. В Рио губернатор Владимирской области Светлана Орлова также лично принимала участие в продвижении этого проекта. Три пилона, красавцы, смотрят на нас. Это уникальный мост. Началось строительство шесть лет назад. Не поверите, когда я семь лет назад поехала в Дивеево, моста не было. Тогда я уже была зампредом Совета Федерации. Я слушала столько от водителей, от жителей, кто двигался в Дивеево, о власти. Я приехала в Совет Федерации. Предложила Сергею Михайловичу тогда Миронову, председателю Совета Федерации, действительно, говорю, нужно сделать финансирование этого объекта. И чтобы вы знали, я лично занималась финансированием, началом этого финансирования, этого объекта. Из рук Светланы Орловой Евгении Рычкову передана памятная табличка, которая впоследствии займет почетное место на опоре моста. Победителю всероссийского голосования самый красивый мост России. Надежной опоре транспортного сообщения Владимирской области с республиками Мордовия, Татарстан и Башкортостан от благодарных жителей страны. Из 16 таких же инженерных сооружений Муромский мост был признан лучшим в России по итогам всероссийского интернет-голосования. Мои славы благодарности, конечно же, проектировщикам, строителям, Росавтодору, Росавтодору, Заблюдении Конкурса. Ну и самое главное вам, дорогие земляки, муромляне, за то, что вы голосовали, голосовали все, все возрасты, все профессии, все друзья нашего города. Поэтому теперь навсегда наш Муромский мост, самый красивый в России. И это еще одно замечательное, достопримечательное место нашего города, которое поможет нам развивать туризм и интерес нашему городу. Спасибо и всех с победой! Памятный знак – залог наших будущих побед. Канули в лету понтонный мост и паромная переправа. От них в былые времена большегрузные машины становились в очередь до самого спуска по улице Воровского. Это подтвердил Александр Морозов, которому очень близка тема дорог. Мы находимся на месте, где раньше существовала переправа через реку Аку. Эта переправа уже ушла в историю. И сейчас, сегодня, когда мы открыли транспортную развязку, которая будет обезгруживать город Муром, наш хороший, любимый город, когда машины будут обходить его стороной большегруза, не разбивать наши дороги, я думаю, что и экология в городе, соответственно, тоже улучшится. Поэтому данную работу мы будем продолжать и дальше, и будем стараться все делать лучше, чтобы наш город расцветал. Про музыкальные полюбившиеся многим муромлянам и гостям города мост уже слагают стихи, в их числе начинающий муромский писатель Александр Киселев. Ждала Ака веками чудо, и вот явилось оно. Построен мост, какое чудо явилось нам в лице его. Украшен он пилонами с вонтами, которые звенят здесь на ветру. Строители его назвали музыкальным, за эту музыку особую свою. Пилоны ввысь уходят метров на сто, стараясь как бы облако достать. Десятки тысяч машин за сутки мост этот может пропускать. По красоте в России лучший. За красоту он славу заслужил. Строителям мы благодарны, а мост, чтобы века служил. Автомобилисты все довольны, не нужно им на переправе ждать. А лютую зимой по кругу через город Нижний объезжать. Регена Рукавишникова, Александр Симонов, Новости 24 Мура.